И снова здравствуйте, с вами на связи Олег Алабгудвин. Мы продолжаем мануальный массаж и мануальную терапию у нас тренинг. И сейчас мы перешли к руке, обработке руки спереди. Достаточно руку на самом деле проработать с одной стороны. Но когда человек лежал с животом вниз, мы ему уже делали руку, да, и в планах обучения. Сейчас просто покажу, как это делается, когда человек лежит на спине, соответственно, с животом вверх. Размазали масло уже по всей поверхности. Если вам масла будет не хватать, немножко предлагаю оставить масло на тыльной ладони своей руки. На всякий случай для будущего, если там откроются другие поверхности человека. Ну, руки на самом деле, да. Значит, что? Вспоминаем, что всегда начинаем трение. Снизу вверх движемся, все наши движения будут. Снизу вверх, то есть, от периферии, от конечностей, в сторону сердца. Быстро растерли. И... Обычным захватом, кольцевым захватом, да, начинаем прорабатывать все мышцы снизу вверх. В принципе, мы делим обычно на сегменты. То есть, по идее, сначала должны проработать плечо, потом предплечье, потом кисть. Ну, поскольку сегменты достаточно маленькие, может проходить в ускоренном темпе достаточно быстро, до конца. Прошли и до растяжения. И эти мышцы растягиваем. Растягиваем. Также снизу вверх, как бы, раскрывая их. Растягивая. Ну, как я буду показывать. Вот. Вот. Такая змея, демонстрационный материал. Символы наши мышцы, величина образная, да. Потом берем ее и раскрываем, растягиваем медленно. Потом в следующую часть ее растягиваем, чтобы вам было заметно на камеру. Чтобы промассировать трапецию, мы развернем руку вот в ту сторону. Но до этого, то есть мы, как бы, проработали наружную часть руки, да. Теперь возвращаемся к запястью. Раскрыл, ну, промассировали все пальчики. Вспоминаю. В принципе, приемы все те же самые, когда у нас рука лежала на столе. Костяшками пальцев своими тоже промассировали пальцы. Жестко, но достаточно приятно. Чтобы они похрустили, можем их взять под углом, свежим палец, и влево-вправо покрутить. Вот, слышно там, здесь, да? На камеру. Ох, ошибается отдельно, да. Потом вставили свои пальчики так, чтобы рука раскрылась. Вот, кстати, видишь, большой пальцы, чем держу. То есть все пальцы раскрываются. Рука раскрылась, и у нас открыта ладонь, мы можем ее с этой стороны хорошенько промять. Все сочленения, все большие бугорки. Центр ладони продавить, аккумуляторные точки пронажимать. Доходим до запястья. И отдельно запястье как бы раздвигаем. Вот таким вот движением мы сжимаем, и стараемся кисть отодвинуть от лучевых костей. Разжимаем. Если двумя руками это будем делать, будет гораздо мощнее эффект. Тут вам чувствуешь, как тянется она, да? Растерли так же, это запястье получше. Спустили лимфу вниз. Прием шестеренки. Не забываем достаточно глубокий такой прием. Все, мы прокачали. Вот периферии к центру. Кисти забываешь. И заканчиваем наше движение в подмышечной зоне. Вот прямо там. Теперь ладонь берем на скручивание. Приклещи раскручиваем в эту сторону, а кисть в противоположном. Раз и два. Теперь по диагонали кисть и вертикально. Продавливаем опять вот эти вот зоны между пальцами. Раз, два, три. И в другую сторону. Раз, два, три. Потрястили руку. Целиком можно потрясти, чтобы почувствовать, как расслабилась рука. Клечо расслаблено. Качается. Свободно ходит. Вот. Дали человеку свободы. Крутанули кисть. В другую сторону. И дальше переходим к массажу вот этой внутренней стороны. Да. Тут у нас как раз, если до этого у нас попадался бицепс. Вот так вот бицепс, да. С этой стороны мы раскрыли... Трицепс, да. Вот. Чтобы было удобнее, можно подложить свою коленку. Вот с этой стороны. И вот так вот все это проработать, да. Либо просто обойти и сесть на стол под углом. Вот так вот у вас раскрывается полностью вот эта рука. И опять от края, от периферии, массажными движениями мы идем к центру. Растягивающими движениями. Работаем в локоток отдельно. Выпрямляем руку. И придерживаем ее. Теперь спускаем лимфу вниз в подмышечную зону. Получается достаточно мощный эффект. Нам помогает еще дополнительно гравитация. Можно руку захватить вот так вот. И с вращением, со скручиванием. Медленно. Скручиваем достаточно сильно. Мы тянем ее вниз. Чтобы рука не падла, можно положить на плечо. И немножко так вот ее придерживать. Вот. Спустили вниз. И вспоминаем, как мы обычно заканчиваем. Это все возможные потряхиваниями, Поплопываниями, Сдрагиваниями. И скользящими такими вибрациями. Вот. Массаж как бы на этом закончен. Но вот элемент хомональной терапии можно добавить. Мы растрясли, в принципе, запястья. Можно его теперь вот еще дополнительно сбросить. И щелкануть, так как называется. Для этого мы упираемся в сочинение. И в момент максимального расслабления внизу пытаемся его согнуть. Потом руку большого пальца. Потом на повороте. То есть вот вращение. Это рука старается задержать лучевую кость. Вокруг нее будет крутиться запястье. Раз, раз, расслабили. Оп. Крутанули. Да, дурь в двору в сторону. Раз, крутанули. Если у человека вот эти вот косточки выпирают, их также можно поставить на место. Положили руку, чтобы полностью лежала. Вся наша ладонь на столе плотно, да. Отодвигаем вот максимально ладонь от лучевой костей. И упираемся. Запястье сварим вот эту косточку. Ну, какой вам удобнее. Этой, этой какой-либо посередине. В ту кость, которая выпирает, да. Нерезким движением от центра. Ну, соответственно, от руки в сторону. Вот туда ее вставляем. Так. Еще у нас был прием с пальчиками. Вот так мы их подгибаем и раз, щелкаем. Слышно было, да? Это что мы делаем? Захватываем, еще раз повторяю. Своей рукой за место сгиба, вот где серединка косточек, да. Те кости, какие нам удобнее, например, ближе к большому пальцу. И на расслаблении, ищем момент расслабления. Когда рука пошла полностью по своим весам вниз, уже чувствуем, что расслабленная мы. В этот момент и ловим, и подсекаем. Раз. Но у нас не захватились вот эти косточки, да. Тогда мы руку переводим вот сюда. И вот как бы на эти косточки теперь, на эти пальчики. Раз, и поймали. Вот даже у меня щелкнуло сейчас. Так, и теперь нам надо разблокировать локоть. Для этого кладем его на стол, чтобы он лежал, немножко приподнимая кисть. Мне нужно немножко больше свободно. Позвольте, пожалуйста, сюда. Влево, ага. Вот, смотрите. Вот так вот он лежит. Вот видите, кисть приподнято. Начинаем раскачивать. Кисть в сторону отводим, А плечо в другую сторону. Отвозим, отвозим, отвозим. Раскачиваем. Человек чувствует, да. И потом, когда поймали в момент, Так, ты не особо не скользила рука. Засох. Ох, щелкнуло, да? Нет. Или пробивает током иногда. Щелкус может трех местах. В плече, в локте и в запястье. Главное, Не кладите руку на локоть. Вот так вот. Так она пойдет на излом. Так не нужно делать. Только вот боком. Раз. Ну, вот тут все. Она разблокировалась, да? Сейчас. Так что вот. Это все основные приемы, Которые мы делаем с рукой. Мануальные. Ну, как всегда, остаются нюансы. И всякие такие вот секреты. Остаются за кадром. Поэтому, если вы настолько смотрите на видео, То можете смотреть сколько угодно. Но, когда придете на тренинг, Мы вам поставим руки И научим как раз всем, Всем вот этим вот секретикам. С вами был Олег Акбудвин. До связи.